Процедура измерения глазного давления с помощью тонометра iCare Home. Включение тонометра iCare Home. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение трех секунд. Световые индикаторы на панели дисплея однократно зажгутся, и вы услышите звуковой сигнал. Когда индикатор «Установить» загорится зеленым, значит можно установить наконечник. Установка наконечника для измерений. Осторожно вскройте упаковку стерильной тубы для наконечника. Открутите и снимите колпачок с тубы. Поверните тонометр так, чтобы держатель для наконечника был сверху, и опустите наконечник из тубы в держатель. Держите тонометр в том же положении, нажмите на кнопку измерения, чтобы активировать устройство. Пока тонометр активирован, наконечник всегда находится в держателе. Теперь ваш тонометр iCare Home готов к использованию. Регулировка упоров на лоб и щеки. Отрегулируйте упоры устройства на лоб и щеки в соответствии со значениями, которые вы получили во время обучения. Вы можете проверить ваши личные настройки на вкладыши, которые вы получили во время обучения и вложенном в чехол устройства. Положение для измерения Сидя или стоя Расположите тонометр напротив вашего лица, держа его одной рукой или двумя руками. Не сутультесь Для помощи можно использовать зеркало. В зеркале вы сможете увидеть световой индикатор. Расположите устройство напротив вашего глаза так, чтобы наконечник находился по центру вашего зрачка. Вы увидите симметричный круг. Держите тонометр под углом 90 градусов к лицу, тогда он будет находиться в правильном положении. Можно выполнять измерения, когда держатель наконечника подсвечивается зеленым светом. Красный свет указывает на то, что устройство расположено неправильно. Если вы измеряете давление, держа устройство в обеих руках, ваша рука не должна прикасаться к черной области устройства. Вы также можете попросить кого-нибудь помочь вам измерить глазное давление. Выполнение измерения Тонометр готов к измерению глазного давления, когда световой индикатор на дисплее мигает зеленым светом. Держите тонометр перед лицом. Нажмите кнопку «Измерить» и держите устройство прижатым до того момента, пока не услышите звуковой сигнал. Наконечник легко прикоснется к поверхности вашего глаза шесть раз. Можно также выполнить процедуру измерения глазного давления шесть раз, нажимая на кнопку измерения «Измерить». После всех шести проб вы услышите звуковой сигнал. После успешной процедуры измерения глазного давления дисплей загорится зеленым светом. Поиск и устранение неисправностей. Держатель наконечника подсвечивается красным светом и устройство не выполняет измерения. Это указывает на то, что устройство не находится под углом 90 градусов к лицу. Правильно расположите тонометр перед лицом. Когда вы найдете правильный угол положения устройства, держатель наконечника подсветится зеленым светом и можно выполнить измерение. Световой индикатор держателя наконечника мигает красным и раздаются три длинных звуковых сигнала. Устройство находится слишком далеко от глаза. Отрегулируйте упоры для лба и щеки, чтобы сделать расстояние короче. Нажмите кнопку «Измерить» и повторите измерение. Световой индикатор держателя наконечника мигает красным и раздаются пять коротких звуковых сигналов. Устройство находится слишком близко к глазу. Отрегулируйте упоры для лба и щеки, чтобы сделать расстояние длиннее. Нажмите кнопку «Измерить» и повторите измерение. Световой индикатор держателя наконечника мигает красным и раздаются два звуковых сигнала. Наконечник коснулся глаза по диагонали или произошла ошибка измерения. Нажмите кнопку «Измерить» и повторите измерение. После измерения на панели дисплея горит оранжевый индикатор. Слишком велика разница значений между измерениями. Нажмите кнопку «Измерить» и повторите измерение. На панели дисплея горит красный индикатор. Замените наконечник. Если световая индикация по-прежнему красная, замените держатель наконечника. Начните измерение заново. Выключение тонометра и отсоединение наконечника. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не услышите три звуковых сигнала. Отсоедините наконечник, вытягивая его из держателя. Наконечник можно утилизовать с прочим мусором. Тонометр автоматически выключается, если его не использовать более трех минут.